Дочка бросила институт и не хочет учиться. Что делать? Вы знаете, это вопрос такой очень интересный. Потому что, с одной стороны, родители хотят, чтобы дети учились, а с другой стороны, зачастую дети не хотят. Вот смотрите, проблема в том, что для многих родителей учеба детей в институте это очень дорого. И они тянутся из последних сил. И отказывают себе во всем, чтобы дети учились. Я думаю, вы сами знаете, много таких ситуаций. Когда родители 5 лет, пока ребенок учится, они оплачивают жилье, оплачивают проезд, дают деньги на карманные расходы. И еще за обучение платят. И это очень большие расходы. Для многих семей нашей страны это очень тяжело. И многие отказывают себе во всем. Вопрос, ради чего? Я понимаю, если человек учится и знает, допустим, я хочу стать инженером, мне это нравится. Или я хочу стать военным. И потом, после окончания учебы, я пойду служить в армию офицером. Тоже понятно. Или даже ребенок говорит, я хочу стать батюшкой. И поэтому он учится в семинарии. Сейчас у нас в большинстве семинарий обучение бесплатное. Но тем не менее, родители понимают, что ребенок выбрал свой путь, и он учится. Вот тут я понимаю, родителям имеет смысл тогда ребенку помочь. Он будет учиться и потом строить свою жизнь. Идти по этому направлению. Но у нас по статистике 70 или 80% ребят не работают по специальности. У нас сейчас огромное количество бухгалтеров, юристов, которые никому не нужны. Потому что люди не хотят этим заниматься. Им это не нравится, им это не интересно. И как специалисты они отвратительны. Их нельзя брать на работу. Поэтому мой совет, помогите ребенку сделать выбор. Хорошо, она не хочет учиться в институте. Где она хочет быть? У нас, понимаете, такая страшная трагедия, что некоторые люди выучились в институте и работают в Макдональдс. Для того, чтобы работать в Макдональдс или каком-то подобном кафе, не обязательно заканчивать институт. Туда можно идти без образования на такую должность. И даже если человек не имеет образования, он даже там может занять какую-то руководящую должность. Или в тех же магазинах, типа пятерочки или чего-то еще. У меня есть такие знакомые, которые делали карьеру и добились какого-то результата. Но они занимались тем, что им нравится. Понимаете? А потом уже можно получать образование. Поэтому мой совет, издеваться над ребенком не надо. Если она не хочет учиться, ну сама виновата. Ей только надо сказать, хорошо, ты не хочешь учиться. А как ты хочешь жить? Как ты будешь зарабатывать на жизнь? Что ты будешь делать? Чем ты будешь заниматься? Потому что у некоторых девочек, у них неадекватное представление. Они думают, что я сейчас хорошо выйду замуж, и муж будет меня содержать. Мне не придется ничего делать, он все будет мне покупать. Это не так. Человек, который может себе все это позволить, чаще всего он будет себе и женщину искать подобного уровня, с которой ему будет не скучно. Если девушка не имеет образования, чаще всего в голове у нее будет пустота. Поэтому с ней просто будет неинтересно общаться многим. Так что здесь надо вообще поговорить с ней, понять, хорошо, она не хочет учиться. А чего она хочет? Кем она хочет стать? Через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет. Родители же не будут ей всегда помогать. Надо объяснить, что понимаешь, вот мы тебя вырастили, тебе сейчас лет 17-18-20. Мы вот два десятка лет в тебя вкладывали силы, время, деньги. А сейчас какой результат? Чего ты хочешь дальше? Ты должна двигаться сама. Вот представь, что родители резко уехали в другую страну, и они тебе не могут больше помогать. Или еще какая-то причина, и родители тебе больше не помогают. Вот как ты будешь жить? На что ты будешь жить? Где ты будешь брать деньги? Надо, чтобы человек начинал думать. То есть у нас, понимаете, многие дети, они очень инфантильные. Вот те, кто жили в 90-е годы, понимают, что это было очень тяжелое время, и деньги доставали с тяжелым трудом. И дети зачастую понимали, что там даже не стоило ждать каких-то подарков на день рождения. Там какой-нибудь сникерс для многих уже был подарком. Многие люди жили очень тяжело. А сейчас у нас дети возмущаются, что им купили не тот смартфон. Когда дети говорят, я хочу айфон. А то, что он стоит там 100 тысяч, детей не волнует. У меня у всех в классе айфон, я тоже хочу айфон. А когда покупают какой-то хороший смартфон для ребенка, который действительно хороший по всем параметрам, вполне достойный смартфон, но не той марки. Ребенок вместо благодарности родителям начинает высказывать, вы мне купили не то. То есть родители купили то, что смогли. Особенно у нас очень жалко мне много женщин, которые остались без мужей. Когда женщина одна тянет детей, растит там сына или дочку, все старается, зачастую работает на нескольких работах, чтобы все дать, да, что может быть у самой не было, но чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Дети это не ценят. Они воспринимают это как должное. Вот этого нельзя допускать. Надо детей воспитывать в строгости. Бить нельзя. Не надо применять физическое насилие. Но надо с ребенком, во-первых, договариваться, как со взрослым. Все ему объяснять. Заставлять его думать, планировать на 5 лет, на 10 лет вперед. Считать деньги. То есть если вы дали ребенку деньги, сказать, ты-то сам знаешь, куда ты их потратил. Тебе дали деньги на смартфон, а ты их куда-то прогулял. Значит не будет у тебя смартфона. То есть у многих детей сейчас такое инфантильное понимание, что у меня родители будут растить и дальше. Это поколение называют, я забыл, забыл слово. Но в общем, ребята, которые родились уже в 2000-е годы. Им сейчас как раз около 20 лет. Я вспомню потом термин. Не помню. Миллениалы что ли, может быть я ошибаюсь. Но суть в том, что это те ребята, которые хотят жить с родителями. У них нет амбиций. Если люди постарше, они хотели создать семью, купить себе машину, дом, что-то кому-то доказать, то у этих ребят нет желания. А хипстеры. Современные хипстеры такие. А у них нет желания ничего доказать. Им хорошо с мамой и папой. Они зачастую даже не имеют вредных привычек. У них вся жизнь это сидение за компьютером. И, к сожалению, такой человек может просидеть до 40-50 лет с родителями и ничего не добиться. Ему хорошо. Он с мамой, с папой. Они его кормят, одевают. Все замечательно. Зачем семью создавать? Зачем что-то рисковать? Это проблема современных детей. То, что родители их балуют. И дети вырастают неприспособленными к жизни. К взрослой жизни. Им очень комфортно жить с мамой, с папой. Если ты живешь, у тебя вся жизнь в компьютере, то тебе, в принципе, не надо одеваться как-то красиво. Тебя никто не видит. Машина тебе не нужна, чтобы куда-то ездить. Дом тоже большой не нужен, потому что тебе достаточно комнатки 6 квадратных метров, где поставить кровать и компьютер. И все. Это проблема, на самом деле, современного общества. То, что мы избаловали своих детей, они теперь ничего не хотят. Так что это очень серьезный вопрос. Ну, надеюсь, я смог вам объяснить, как быть. Потому что этот вопрос тревожит не только вас. Это у многих такая проблема. У меня подписчицы пишут периодически, что делать с детьми. Они не хотят учиться, не хотят ничего. У них нет вообще никаких амбиций. Это страшно, когда вот ребенок вырастает в таком состоянии. Никак.